Так, видос по заказу трудящихся моих цветочков на стене и на кухне. Я решила, что, наверное, можно и тех, которые на окне, а то они обидятся. В общем, это хлорофитум и вообще-то самое раннее. Самое-самое раннее, может быть, у меня уже не дожил, потому что его бабуся у меня благополучно с балкона скинула. Не любит она эти цветочки. В общем, раньше вообще в квартире намного больше цветов было, сейчас бабушки в комнате ничего нету. Есть немножко в большой комнате, я их засниму тоже, чтобы они не обиделись. В общем, это хлорофитум и завела, и их первый самый цветок свой взяла в четвертом классе в начальной школе, у своей первой учительницы, ну, именно школьной первой учительницы. Мне периодически дают росточки вот. Чаще всего они цветут, ну, маленькими такими цветочками, или когда у меня настроение такое-никакое, как бы меня порадовать, или во время сессии. В одном из видосов там было видно, что куча таких сушеных цветочков, листочков было, но я их уже постаралась ободрать, тут так просто некоторые кончики подвялились. Я его то иногда забываю полить, то наоборот перелью, но они уже такие привычные. Сейчас ненадолго прерву. Я называю его Ванька Мокрая, на самом деле не знаю, как его звать по-другому, по-профессиональному. Он когда-то у меня был, потом бабуля его выставила, как оказалось, в коридор, точнее, на площадку, но и кто-то там из соседей его размножил уже в самом подъезде. Я просто отщипнула пару веточек и поставила вот в эту мисочку, а мисочку к тому поставила в этот кузовок, которому, ну, может, лет сто ему. Он мне его тетя Валь подарила, я вообще люблю такие все древние вещички. Еще у меня был такой веночек, и когда я однажды уехала на сессию, ну, не любит моя бабушка цветы. В общем, я его тоже потом отщипнула уже в подъезде и посадила две таких веточки, так же, как этого Ваньку Мокрого. Ну, и оно с самого начала оно цвело у меня. Цвело, цвело, цвело. Сейчас просто вот в рост идет, думаю, потом может пересадить их куда. Да, уже так по отдельности. Еще у меня был веночек такой полосатенький. Вот он здесь тоже отрастает. Вообще, бедный фикус, что в нем только не растет. В нем случайно вырос молочай. Это вот мой любимый фикус, который периодически облетает. Я каждый раз забываю, что он облетает, и это за него нормально. Думаю, что, ой, блин, он сейчас помрет, и периодически он нормально оживает. Тут у меня, по-моему, ему повезло, и в нем ничего не растет. Никаких этих молочаев, которые плодятся, как, не знаю кто, это какая-то такая штука. По-моему, или мне его Маша дала. По-моему, в конце мне его Маша дала. Он отрос, я его пару раз уже обстригала, потому что он куда только не лезет. Не помню, цвел он у меня, не цвел. Вот это еще один молочай. Я уже точно не помню, но какой-то из них... Нет, это, наверное, не первый свежести молочай. Кажется, мне его все-таки тетя дала. Точно не помню, откуда он у меня появился. Вот здесь у молочая, на самом деле, тут рос очень такой красивый цветочек. И он так прикольно цвел такими бело-желтыми цветочками. Но он постоянно болел, болел, болел. Мне его кидывать было жалко. Я его удобряла, там лечила, но все равно он... В общем, что-то в нем осталось, но туда упало зернышко молочая. И вот этот молочай опять вырос. У меня еще одна клашка хотела забрать этот молочай. Я специально ей оставляла, но, в общем, одна так и не забрала. А вот этот товарищ мне дала Маша. Года полтора он у меня жил. Он сказал, если его какое-то время не поливать, а потом заливать, то он или расплодится, или даст цветочки. В общем, он у меня дал два, кажется, бутона. Они были вроде даже на фотографиях у меня в ВКонтакте. Хрен его знает, как он называется. А этот, как-то тут самый первый молочай. И вот, да, это тетя Катя я брала. Значит, вот и... Ой. В общем, тут в нем уже три молочая таких. Он у меня и на полу стоял, и пересаживался. И, в общем, теперь они здесь все эти молочаи и молочайствуют. И еще у меня был... Хлорофитумов тоже было очень много. И хлорофитум у меня был также полосатый. Вот тоже брала уже из подъезда. Несколько таких посадила. Они тут более-менее разрослись. Второй вариант у меня как-то засох. Или там как-то земля не очень качественная попалась, или еще что. Ну, в общем, я сейчас снова прерываюсь. А, да, вот здесь у меня розочка сохнет. Смотрите-ка, вчера я собрала эти лепесточки. Сегодня она уже так подсохла. Даже цвет поменяла. И кокос лежит, который уже, наверное, почти скоро будет полтора года, как он лежит. Я все его не раздолбаю, не сделаю из него это кокосовое масло. Вот у меня как вымахал этот алоэ вера. Ну, периодически у нас бывал. Периодически его уделывали. И снова потом отрастал. Был у меня когда-то кактус. Кактус, кажется, мне подарил подружкой. Кактус звали, вроде, кажется, Дима. В честь какого-то тогдашнего мальчика, общего знакомого. Ну, как... А, нет, кактус звали Федя. Другой кактус был Дима. Ну, короче, они оба потом в результате хлопнули ластами. Ну, а этот он как-то даже подрос. Я года два или назад от него случайно пальчик занозила. И родня у меня вопила, что это очень опасно. То все. Ну, а это... Вообще, раньше было очень много этих. Он красненьким цветет. Он был розовеньким и беленьким. Но бабушка что-то с годами к цветам стала совсем неровно дышать в обратную сторону. В общем, она без моего ведома, даже не знаю, когда удела. А тут вторую или третью гераньку. И осталась тут только одна вот красноцветущая. Тот самый, которым я не пошел. Но зато тут пошли какие-то сказочные сорняки. Я его специально не поливала, но сорняки все равно идут. Думаю, ладно, пусть растут. Потом приеду из деревни, может быть, ликвидирую. Если до меня не ликвидируют. Это березка. Когда-то она у нас стояла-стояла. И вот, возможно, даже в начале весны я понимаю, что березки неделю как нет. Ее периодически переставили из одной комнаты в другую. А потом, ну, я узнаю, что Маруся, моя бабуся, выставила эту березку. Как по ее меркам ненужную вещь в коридор, точнее в подъезде. И ее кто-то скоммунизил. Ну, я написала объявление, что, типа, граждане, у меня тут бабушка на днях выставила эту березку в белом горшочке. Если кто видел, верните, пожалуйста. У меня как раз подружка ко мне, Дашка, приходила в гости. Она это все увидела, почитала, поржала, поофигевала. Потом ко мне соседка пришла. Я, говорит, вот, говорит. Я, говорит, ее видела, видела, не могла понять, чья. Накочевала, говорит, поэтажам. А потом я, говорит, себе отсадила, в подъезде посадила. Ну, говорит, еще в результате, потом она мне вернула в родном горшке, говорит, я, говорит, ее отсадила, и вот так березка разрослась. А я в коридоре в подъезде видела, ну, думаю, надо же, вроде как, похоже на березку. Горшок вроде наш, но что-то она какая-то, ну, не такая. Я не подумала, что ее вполне могли отсадить, и там вот, ну, маленькая веточка, это и есть березка. И вот этот, как он там, лавровый лист. Когда-то у нас был лимон, мы кушали, лимончики выращивали, и еще был огромный лавровый лист. И была, не помню, цветок такой красивый-красивый, но очень придирчивый, ну, в общем, вредный такой цветок. Все, ему что-то не нравилось. Не вспомню, наверное, сейчас название. Азалия, во. И вот Азалия потом склеила ласты, этот самый лимон. Два раза он отращивался, не знаю, вот, еще раз отращивался, но куда его бабушка удевала, потому что до недавнего времени, ну, может, месяц назад я его еще увидела в маленьком виде. Это лимон. И еще был лаврик. И лаврик года 4 назад, мои родственнички, вместо того, чтобы полечить, решили его у кокоши, потому что там он что-то заболел. Ну, от лаврика пошел росточек, и вот этот лаврик обратно вымахал. Вот такой обзор. Я не помню, кто-то из вас спросил этот обзор, но я надеюсь, что как минимум было интересно. Ну, и всем приятного, хорошего настроения, доброго здравия, солнечных дней и всего такого няшного. Пока!